Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Послание святого апостола Павла к римлянам, 9 глава, с 11 по 24 стих. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божьего в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели не правда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого милуют, помилуют, кого жалеть, пожалеют. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, милуют, а кого хочет, ожесточают. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняют? Ибо кто противостанет воле Его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему Его? Зачем ты меня сделал так? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовый к погибели? Эта тема самая сложная. Предузнание называется. Не от дел, а от избрания. И сразу вопрос, а я избран или нет? Когда узнали, что я это сказал, у меня ведь весь, наверное, интернет обрушился. Это как вы себе можете думать тому? Мы сейчас посмотрим по священному писанию. Можем ли мы знать, избраны Богом или не избраны? Слово избрания в Библии встречается 217 раз. 217 раз открыть, прочитать и уже прояснится все. Мы будем слушать не то, что нам в сердце говорит, не что ближнее скажет, а что скажет Дух Святой через Святую Библию, через слово свое, через Священное Писание. Постарайтесь слушать очень напряженно. Ибо в конце жизни кто-то узнает, что не было избран. Сегодня нельзя говорить это без содрогания. Хочется сразу закрыться и никуда не выходить и плакать сидеть. А избран ли я Богом или нет? От дел не зависит. Еще не родились, и Бог возненавидел его. Апостол Павел все тщательно рассматривал и объяснял. Но этот вопрос он не мог объяснить. Он просто окрикнул, а ты кто что споришь с Богом? За что же его судить, если Бог не избрал? На это ответ. Перестань! Ну как не слышал, ты же сказал слова, это может меня касаться. Перестань! Плотник делает, он может что-то сделать из дерева? Дерево его спрашивает, зачем ты меня штахетом сделал, а не крестом Господним? А как узнать? Мы сейчас посмотрим. Слово избранное относится и ко Христу, и к ангелам, и к людям, и к делам, какими мы занимаемся. Тема огромная. Я постараюсь вложить в один вечер. Пока считал, пришел еще к новому убеждению. Вот это 40 раз, Господи, помилуй, пришло спустя столетия. Это неверие. Я сколько раз говорил, можем ли это убрать? Три раза больше нет. Господи, помилуй, притом не о Господе, не о помилы, не о трещи, а-та-ра-та-ра-та. За один придых, учат их семинарию. Так он надулся, а потом Господи, помилуй, и так оседает, и 40 раз сказал. Это издевательство над Богом. Я избрал вас, и на этом все кончилось. Господи, помилуй, в Библии встречается только два раза. Три раза, и то мы уже за счет того, что верим в Троицу. Больше не надо. И вот когда нет у нас здесь священника, мы ни разу не считаем, 12 раз даже. Господи, помилуй, написано, воззови, не написано, взывай непрерывно, Господи, а воззови ко мне, и я услышу Тебя, Бог не глухой. Мы прочитали это место, которое апостол писал в господствующей в то время церкви Рима. И отсюда послание дошло до нас. Вопрос стоит конкретно ко мне. А ты к себе обойти. Укажи мне, Господи, хоть какой-то маленький признак, что я избран. Я буду так стараться. Я буду заботиться, чтобы ты меня не оттолкнул. Вот стоит Господь. Есть правое и левое. Придите, благословенный Отца моего, с правой стороны. 25 глава Евангелия Атмопея. Вы считали об этом. Подойдите, проклятая слева. Не твоим ли именем изгоняли бесов? Бесов у нас никто не изгоняет. Они изгоняли. А значит, тут вещи не садили, лечили людей. И слышат, отойдите. Я никогда не знал вас. Они не избраны. Мне это позволило Господь время. Я живу дольше положенного. При большей крепости Босинцы дальше не написано. Я выпиял Господу. Господи, вот эти тайны мне никак не удается открыть. За что? Про себя. А за что же тогда менять-то его? Он не избран. Дальше и дальше исследую. Я исследую это 58 лет. И новое и новое открывает Господь через это. Мы не знаем. Вот в этом весь смысл. Мы не знаем. А родители и дети, они тоже хотят знать, он избранный или нет. Ходят в храм, молятся, причащаются. Ну хоть маленький сигналчик. Дай Господи. Чтоб буква какая-то засветилась в Библии для меня. Или икона со мной заговорила. Мы сейчас увидим, какие признаки избрания. И мы должны в это буквально ухватиться двумя руками. Господи, дай мне это исполнить. Избранным позавидуют не миллионы, а миллиарды. От Адама до сегодняшних дней уже умерло во грехе больше ста миллиардов людей. Это мы так вот примыкли, все у нас есть, свежий воздух, люди, никто не ворует. А ведь в мире это не так. Что их не делается? Сейчас опять объявили, в двух местах потерялись девушки. Говоришь, никуда не ходи. Маленький ребенок от бабки оторвался выше, его уже нигде нету. И нашли через два месяца только на дне его озера. Никуда, на один шаг не отходи от старших. Книга Бытие, 18-19. Когда впервые появляется это избрание человека одного. Он только слышал, а ничего не изменилось у него. И он в это поверил. Бог заговорил, вот как я разговариваю сейчас с вами. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господней, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Авраам. Один из самых сильных признаков избрания это проповедь. Чтобы ты возвещал. Больше еще не наказал Господь. А как? А я так, тайно верю. На работе никто не знает. Я говорю, а как же ты, там, медицина тебя осматривает. А я крестик с той стадной лямочки на майке пересыпил. А дома иконы спрятал за разных кужей и стакан. Мы знаем человек, который избранный. И таланты которого превысили все воображаемое. Марков Александрия, Фома в Индии, где-то апостол Павлу, вся вселенная дана была. Не отдельное государство. Он как на крыльях ветра, Павел говорит, облетал. И Господь однажды назовет, что он избранный, когда он убивал людей. Когда он терзал. Когда отвращал людей от Бога. А он был избранный, говорит, от чьей его матери. Да как же? Да кто же мог подумать, что избранный? А у него момент, сейчас наступил, когда. И тогда он является Господь. Это избранный мой сосуд. И мы сейчас это прочитаем. Сказать нельзя, но кое-что можно увидеть. А христиан проповедовал, нет. А теперь, как только обратился, сразу, как пакел до неба загорелся. Вся вселенная буквально осветилась. 49.26. Бытие. Благословениями Отца Твоего, которые превышают благословение горь древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. 12 братьев. Мы считаем, что 12 опросов, 12 Якова родились, но избранный был Иосиф. А ему больше всех доставалось. Он идет к братьям, несет, может, там что-то, виноград сушеный, как обычно они давали. Они увидели, идиот-сновидец, давай убьем родного брата. Да ладно, заступился там, колодец тут сухой, давайте бросим, он хоть там день проживет лишний. А потом, за деньги можно продать этого Иосифа-то, Джозеф. Сегодня Иосиф в Америке президент. И что дальше было? Он их спасет от голода, неминущего голода. И как благодаря тому, что он был Богу верен и не поклонился Параону, Господь возвысил его еще больше. Никогда, нигде не преклоняйтесь перед человеком, который не знает Бога. Ты мне поклонись, как истукану было, как израильскому народу предлагалось. А отроки стоят, не поклонились, и что в пещу огненную. Ангел сошел и огонь выбросил. Но огонь это не Мекина, его нельзя выбросить. Написано, выбросил огонь. И они ходят, поют, и даже запаха нет на волосах. Вот оно где избрание. Седрах, Месаха, Абдинага. Книга чисел 11, 28. Мы считаем Тору. Тора это пятикнижие Моисея. Бытие, исход, левит, числа второзакония. Вот за что держатся евреи. Самое главное. Туарет, как мусульмане говорят, нам Бог дал. Пятая сура, 47 аят. Они это тоже знают? В ответ на это Иисус, сын Абдин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, Господин Моисей, запрети им. Слово избранный появляется тогда, когда он запрещает пророчествовать. Уж вообще, кажется, тут бы, что ты запрещаешь? Мне Бог дал, я и говорю так громко. Не все сразу делается. Потому что опыт, который у него был, он говорил правильно. Но тут было совершенно неожиданное от Бога решение, что Он дал те, которые не пришли, встали, заговорили, и все поняли о Духа Божии. Они говорят о великих делах Божиих, как в День Пятидесятницы. Не просто говорят, а о великих делах Божиих. А каким путем ты к этому придешь, это твой опыт подскажет тебе. Второзаконие 7, 6. Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя и избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Ну, 2896 нации. И Бог избрал один народ. Кто? Да, евреи. Вот я еще помню, отец наш, он видел где-то их, что-нибудь такое, кто сделает, он не к евреям относил. А тоскали на жиды. Отец так. Евреи. Он смог помочь, а ему не помог. Я думал, это даже неизвестно кто страшный. А потом, когда встретился, я узнал, откуда это. Презрение к народу, потому что они избраны. Они имеют превосходство над нами по всем отраслям. А наипащие в том, что им верено Слово Божие, Павел говорит. Как бы ни они у нас бы не было. Бог избрал пророков. Пророки все до одного, избранные Богом. Избранные. И они написали это. Сохранить сумели. Донести до нашей гней. Бог восставил переводчиков. Они перемели, напечатали. И мы теперь считаем, как мы должны быть благодарны Богу, избранному народу. Так они сегодня начали. Все остальное нам известно. Ты молись о том, чтобы они обратились к Богу. Чтобы они приняли того, кого распяли. Их прародители. В книге Псалом, Псалтырь. Слово избранное встречается 20 раз. У Исаи 17 раз. Я не стал трогать даже, потому что Псалтырь мы считаем. И вы будете... Притча Псаломона 1.29. 20 раз Давид называет избранным народом и самого себя. И говорит, братья, меня Бог избрал, а не вас. Когда пришло время менять царство без Саула, и он жене говорит, избрал Бог, да, Саул, отца твоего. Но Бог отверг, а меня избрал. Он его только помазал, а на меня целую бутылку масла вылили. Поддержившись, это тепло. Благодать столько он получает. Мы из Бетхого Завета это считаем только Псалтырь на каждом благослужении. Как бы ни Давид, что бы мы считали. А там и пророчества, и словословия. Притча 1.29. За то, что они возненавидели знаний и не избрали для себя страха Господня, не приняли советы Моего, презрели все обличения Мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов. Вот признаки. Давайте еще раз послушаем. По этим признакам ты можешь понять, призвал тебя Бог или нет. Избран ты или нет. Это основное. Первый раз говорит Господь открывает и дальше будет все больше открывать. Вот это ты должен исполнить. А я не знаю. Бог знает. Если бы слово избрание отражалось на каком-то камне, который ты мог взять, и он бы согрел тебя и сказал, это избран. Не знаем. И в этом незнании мы не знаем, когда умрем. И поэтому хорошо, что не знаем. А то бы что наделали те, которые на кого-то ненавидуют. Мне все равно умирать пойду и сделаю, что надо. А мы знаем. Раз от нас это сокрыто, мы должны быть готовы каждый день, и каждый час, и каждую минуту встречи Господа. Исайя, 17-й, это Матфея, 20-16. Там, так, минутку. Я хотел повторить притча 1-29. Еще раз мы просчитаем и ухватимся за это. Что нам Бог положил на сердце? За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Возненавидели знания, нет страха Божия. Хорошо запоминать. Не приняли совета моего. Боже, это премудрость говорит. Презлили все обличения мои. Обличают, когда он, я не могу там примириться или что-то. Человек, не примиряющийся, он в Царство Божие не войдет. Это громадная скала перед ним стоит. Но молите, даже стоишь, и ты вспомнишь, он имеет что-то. Имеет. Если никогда не знаешь, что ты подал соблазн, или что-то, и тогда положи, не молись, пойди сначала, примирись. А если... А это уже другой разговор. У него избрание на то, чтобы сплести тебе венец. Он будет поносить, всякие пакости делать. А ты благодари Бога. Ему участь такая. Он другого не может. Его назначение сплести тебе в сияющий венец от Бога. Велика ваша награда, когда будут поносить, злословить вас, как неугодного Сыну Божьего. Так, 20.16. Матфея. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Званых, кому проповедь коснулась сердца, коснулась ушей. А избранная или нет? Вот ни на чем я много общаюсь с людьми каждый день. Ну, много. Ну, за что-то цепляется тот виноват, там, патриарх, еще кто-то. Да я хожу в церковь, свечку один раз в году куплю, и все. Я люблю Бога, люблю... Ну, церковь не люблю. Особенно попов не люблю. Да Бог создал церковь свою. И врата она не одолеет ее. Сколько ни говори, страха нет. Ну, ты умрешь, сегодня не будешь. А уж как будет. Если бы ты сегодня ощутил на тысячную долю секунды ту температуру, ты бы этих слов уже не говорил никогда. Выхода никакого нет. Как описано в одном месте. Один болел, да лучше бы я в одну сто лет мучился, чем здесь. Все горит, пища не принимается, парализованный лежит. И ангел сказал, хорошо. И взял его и через сто, на один день у тебя только. И вот он горит, проходит пятьдесят, сто лет. Забыл ангел совсем, наверное, вечность наступила, и вдруг осиял ад. А та рассказ. И ангел ему сказал, зачем ропчешь? Еще один час не прошел. Один час. Мы время менее меряем то, что мы здесь. Мы живем как в аду. В аду нет покаяния и нет воды. Вот два чего нету там. И в жизни нам дается время славить Бога, за Него умирать, а страдать, страдать только на этой земле. И мучиться там будут, а страдать именно за Христа. Только в этой жизни. Матфея 24-22. Много званых, но мало избранных. Как бы попасть в это малое число? 24-22. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Когда антихриста будет, царство не продать, не купить, какие страшилища будут. Люди будут содрогаться, как Ефрем Сирин говорит, наступит вечер, ночь бесконечная длится, Господи, да скорее бы рассвет. Рассвет наступил, еще больше мучений. Приходят, хватают, пытают, нигде ничего нельзя купить. Да скорее бы уж вечер наступил, да в темноте скрыться. Вот время какое будет, но эти дни будут недолгие. Всего лишь 3,5 года. Ради избранных. 24, а там причал 22, просчитать еще 20, 31 стих. И пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от 4 метров, от край небес до края их. Ангелы знают. Мы, находясь здесь, можем только догадываться. Человек, имеющий страх Божий, это самое основное, начало мудрости. Не презирай этого. Я бы сделал это, сказал бы, но нельзя. Перед Богом. И чем больше огорчает, тем больше хочется молиться. Прости его, он не знает Господи. У него страха нет. Они параллельно устраивают с церковью мирское подобие церкви. Собираются, гуляют, пьют, горько кричат. Все, священник есть, но все это мирское. Там Божественного ничего нет. Библии в руки не берут даже. И что можно сказать? Воздохнуть и оскорбить. Лука 18.7 Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитать их? Медлит. Понимаете, и медлит Господь. Царя убили. Семь тысяча два года медлит. Сколько людей погублен? Около ста миллионов. Ужас один. Бог долго терпит. А сколько мучеников зашли на небо, которые не отреклись? А как сегодня уже понимают, что славянское небо. Никогда столько не было мучеников. Решили показать для Бутова расстреливать священников. Президента сегодняшнего повели, там архимандриты и все это снимают. И говорят, вот здесь вот расстреляли в одну ночь 350 священников. За что? Ну за то, что священники. Он сам и сотрудник КГБ, полковник, разумный. И он ходит, да что же это? Да что же это? Он не может вместить в свой разум, что невинных людей хватали среди ночи. Он к этой системе относится. Но сегодня другие времена, это нам даже страшно подмотать. Ложили спать, любой, где-то мотор завелся, неворонок и за мной приехал. А праведники радовались. Они знали, мучения окончились. Идем ко Христу. Лука 23, 35. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. смеялись над Христом. Да, он избранный, он об этом говорил, как по человечеству. Иоанн 6,70. Мы сейчас дойдем до момента, когда прямо будет показана ступеньки, как мы можем все-таки узнать. 6,70. Иисус отвечал им, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Избрал сам. Избрал, зная их, а один дьявол. Так он избранный был. Да, избранный, но дойти он не смог. А мог он по-другому? Не мог. Это Бог знает. А Бог препятствовал? Нет, конечно. Он был бы со всеми, не выходил. Господь знал, что он им сделал. Ты говоришь, что делаешь, делай скорее. Уговорить не надо. 15,16. Иоанн. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца во имя Мое. Он дал вам. Хорошо, речь. Речь идет о проповеди, о миссии. Послав. Я избрал и послал. Идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Марка, 16 глав, 15 стих. Избрал и послал. Если я не избрал, он посылает. Я могу поделиться опытом. В день, когда мне дали Библию, я просчитал, у меня все достатки. Здоровье 100%. Деньги есть. А в душе пустота. И я ее ощущаю просто. И когда открылся Господь, что Он умер за меня, в этот же вечер, первому, кто был на корабле, когда я туда прибыл, я сразу же сказал, живем неправильно, и Христос умер за меня. И как минута одна, 58 лет уже прошло. 58 лет. Мне удалось сказать о любви Божией миллионам людей. Да благословит Господь каждого из нас, стоящего здесь. Вы ищите всегда возможность сказать о Боге. Деяние 9.15 Но Господь сказал ему, иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Это Амания, епископ в Дамаске. Иди к Павлу. Он говорит, он пришел, хватает, в тюрьму тащит. Ты иди. Он избранный. И дальше еще раз прочитай. Избранный. И при чем проявляется избрание? И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. Ну а впереди еще, еще повыше сказать. И здесь имеет от передовщищенников власть ввязать всех призывающих имя Твое. Он прямо говорит и ей, и проповедует. Еще раз говорю, 15 стих. Прочитаем. Но Господь сказал ему, иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и с нами Израилев. Не сказал, чтобы постили 70 дней, не сказал, чтобы по неделе не спали. Ничего этого не сказал. А идти перед царями он так и пошел. Куда его вели? И там он и был. С первого же дня стал опровергать иудеев, что неправильно мы что распяли. Он больше не говорил. А его допрашивали, когда допрашивали важные лица. И некоторые стояли на грани обратиться, но не обратились, неизбранные. Я долго искал ключ. Почему? Столько занимаемся. Хороший человек. Хороший это означает работает нормально с семьей, не изменяет, не пьет, не курит, не матерится. Нормальный человек. Принять Христа никак не может. И наконец я остановился на этом. Неизбранный. Неизбранный ничего нельзя сделать. Вот маленький ребенок, вы сами смотрите, перед родителями молятся, как только вышли, они совершенно другие делаются. Это уже признаки того, что на время или навсегда он уже оставлен. Какие-то слова научится говорить, делает совершенно неразумные вещи. Избранный сосуд. Он, Павел, гнал когда-то сам, он был бывший. Он за церковь схватался. Но он делал это ради Егова, как написано, что вот люди, которые будут извращать нашу веру, наших отцов. Он делает ради Бога. Многие будут даже убивать вас и будут думать, что служат Богу. И люди эти могут обратиться. Так, 1 Петра. 1 стих и 2. Глава. 1 Петра. 1 глава. 1 и 2 стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифине, избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир доумножится. 2 глава, 4 стих. Это же первое послание. Приступай к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Бог избран, Богу избранному камнем. Для чего? Чтобы через нем мы обратились. К камнем называется Христос. Во главу угла одна стена иудея, другая язычники. Кто его не примет, не примет. Беда ему написана, раздавить его на кого упадет. А кто примет, тот строит свое строение на нем, на его учении. 2 Петра 1.10 Посему, братья, более и более старайтесь делать твердыми ваши звания и избрания. Так поступая, никогда не преткнетесь. Это избрание наше, если ты желаешь это, более твердым делай. А может, я не избран. Ты так не рассуждай, от нас это сокрыто. Ты делай, что Господь повелевает. И ремность своя будет все больше возрастать. 1 Коринфянам 1.28 1 Коринфянам 1.28 И незнатное мире и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. То есть мы никакие посреди с тем, которых я знаю, люди, у них столько образования, так они знают, а знают не нужное. А нас Бог избрал, и мы немощи. Галатам 1.15 Еще 4 места прочитаем. Когда же Бог, избравший меня от отрубы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благоуставал Его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. С плотью и кровью то со своей и с родными и близкими не стал. Избрал, чтобы я благовествовал. Это самое яркое проявление. Где вы? Чем занимаетесь? Ну, я знаю люди, которые, как Фома Кимпийский, Серапим Саровский, они проповедовали медведям, птицам. Никого нигде нет. Я слышал такой был, его назвали король проповедника в англичанах. И он поставил ложки. Никого нет. Он готовится к проповеди. Ложки поставил, ложкам проповедует. Вы ни о ком не думайте. Все в свой рот только тащите. А там трое разливают и выпивают под этим-то. Двое обратились от этой проповеди. Окно было открыто. А ведь мы видим живых людей. Да ладно, да он все равно не обратится. А скажи, он еще ополщится, да зло какое-то сделает. Колостинам 3, 12-18. Здесь много сказано сейчас по ступеням, как идти, узнавать. И что должны делать? Подтвердить наше избрание. И с радостью делать. Колостинам 3, 12-17 стихи. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходят друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность и совершенство. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах вашего Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа благодаря через Него Бога и Отца. Речь о прощении идет. Не раскаяны. Они не могут прощать эти люди. Это один из главных признаков неизбрания. Он не может прощать. У нас в церкви случилось такое же самое сейчас. С батюшкой говорил на днях, он говорит, я даже исповедую и не знаю как с человеком. Он в больнице лежит. С родным и близким, ни под каким видом. А Бог взял так, чтобы ради болезни теперь рядом две коечки стоят. надо молиться крепко, чтобы добрый человек всегда ему молился. Вы знаете, о ком говорю. Она нуждается в нашей помощи. Ожесточение невероятное при таком возрасте и прочее. Батюшка говорит, ничем не объяснимое. Объяснений никакого нет. Дьявол подкараулил. А может ли она, не знаю. Будем просто молиться, чтобы Господь умягчил сердце родственников и никак не принимает. А она как раз ухаживает за мне сейчас. 1 Тимофея 5, 21. Пред Богом и Господом и Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения ничего не делая по пристрастию. По пристрастию. Бывает, человек не дало, то тебе не нравится, и ты по пристрастию можешь там не додать или что-то. Избранными ангелами. Оказывается, ангелы избраны. Не избранные пали на землю, превратились в то, как их называют. Лукавые духи, демоны. 2 Тимофея 2, 10. Еще два места просчитаем и будем размышлять. посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе вечную славу. Я думаю, ради избранных я терплю, а мог ли Павел показать, вот эти избранные нет, нет. такое блудодеяние у вас там, что даже у язычников нет такого. Отец женился, мальчиков, а он с мальчиками живет. И когда они его извергли, Павел послушал, теперь он все силы бросил на то, чтобы сохранить его. Но он раскаялся, он плачет, он стоит за пределами храма. Павел знал, а мы этого не знаем, поэтому должны ему последовать. не знаем. А он окончательно есть признаки, просто признаки, что похулили Духа Святого эти люди, когда раскаяния нету. Похулившего Духа Святого не избранного, нет покаяния. Нету. Столетия проходят, они никому ничего не прощают. Это целая группа людей есть, которые в этом состоянии сегодня живут. Откровение 17, 14. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь Господствующих и Царь Царей, и те, которые с ним суть званые и избранные и верные. Званые, то есть проповедь звучала избранные, они откликнулись и являются верными, соблюдают заповеди и благодарят Бога. Слава Иисусу Христу в овете веков. Аминь.